Сегодня мы обсудим заключительные, подготовительные какие-то аспекты, которые нам нужны для теоремы Шафаревича. Мы должны доказать теорему Яковлева для числовых полей. В прошлой лекции мы доказали в общем случае, но дополнительное условие там выглядело так, что с ним для теоремы Шафаревича не очень удобно работать. Но для случаев числовых полей можно указать более простую форму, чем мы сегодня и займемся, собственно говоря. В прошлый раз там в конце я допустил такую небольшую оплошность. Там у нас был элемент G, который мы брали. То есть, так, элемент G0, который был равен элементу G на N в минус первый. И я сказал, что G0 в квадрате равен единице. Вот. Что-то такое было. Но на самом-то деле объяснил я это не совсем так, как нужно было. Значит, у нас, давайте я напомню, что там у нас было. У нас было, что G в квадрате равен N в степени R на N. Вот это такое было для некоторого элемента N нулевого. Когда мы доказывали самую последнюю теорему в прошлый раз, и G0 в квадрате я почему-то начал вот эти элементы в квадрат возводить. Такое было очень странно. Но на самом-то деле надо возводить вот это в квадрат. То есть, G, N минус первый, G, N минус первый. Тогда, значит, добавим G и G минус первое. Ничего не изменится. Потом N минус первый, потом G и N минус первый. Значит, получается, вот эта штука нам дает N в степени минус F, потому что F это образ G под действием эпиморфизма φ. Тогда, значит, у нас тут получается G в квадрате, про который мы знаем все, что нам надо. А здесь N нулевое стоит и здесь тоже. Вот, значит, получается G в квадрате на N нулевое в степени минус F и на N нулевое минус первое. Ну и тут уже ясно, что это единица. Но я извиняюсь, небольшая оплошность была достигнута, допущена в прошлый раз, но как бы вот так мы ее поправили. Значит, сегодня мы займемся вот такими вопросами. Значит, у нас будет задача погружения. К большого над К маленьким. Ядро Абелева. Ну, значит, смотрите, что я сделал. Gn минус первое, Gn минус первое. Если я вот сюда ставил произведение G на G минус первое, тогда, значит, G и G тут дают G в квадрате, а это дает N в степени минус F. Ну, то есть N в минус первое возводится в степень F и получается минус F. Вот оно здесь. N минус первое остается, а G в квадрате, ну, за счет вот этих двух. Ну, потому что G в квадрате-то вот оно, а группа Абелева. Тут можно переставлять все. Группа Абелева, да. Значит, так, давайте я возьму другой мел. Что-то этот плохой, по моим ощущениям. Значит, ядро Абелева. Это еще хуже. Абелева группа. N это экспонента этой группы. Примитивный корень степени N из единицы содержится в K большом. Ну, то есть все, что было под условия согласности. Но в этот раз у нас будет K, это числовое поле. Конечное расширение поля рациональных чисел. Значит, что мы сделаем? Для любой простой точки P поля K, ну, это может быть не Архимедова точкой, тогда пополнение дает локальное поле, конечное расширение поля периодических чисел. Может быть, Архимедова, тогда пополнение дает либо действительные числа, либо комплексные. То есть для любой простой точки фиксируем точку B поля K большое, лежащую над P. Ну, их может быть несколько, если там группа разложения не совпадает с группой ГЛУА исходного расширения, но какую-то возьмем, фиксируем ее. Ну, и значит, тогда существует сопутствующая локальная задача. Сопутствующая локальная задача. Это значит, что за задача такая? Мы должны взять B-иодическое пополнение поля K большого над P-иодическим пополнением поля K маленького. Взять группу G с индексом P. Я напишу сейчас, что это такое. И пиморфизм FI тот же самый будет. G с индексом P. Это полный прообраз группы F, B. F с индексом B. Где группа F с индексом B? Это группа ГЛУА соответствующего локального расширения полей. Ну, хорошо известно, что ее можно считать под группой группы F. Собственно, это будет группа разложения точки P в поле K большом. В, ну да. И соответствующим локальным пополнением. Вот таким вот образом. Значит, такое получается утверждение. Ясное дело, что если в исходной задаче выполнено условие согласности, то и во всех локальных сопутствующих задачах она тоже выполнена. Потому что мы знаем, что если мы берем сопутствующую задачу второго рода, то она будет, в ней будет выполнено условие согласности, коль скоро было выполнено в исходной. То и в сопутствующих локальных задачах оно выполнено. Ну вот оказывается, что по теореме Демушкина-Шифаревича и по теореме для Архимедовых точек мы знаем, что в этом случае все вот эти задачи локальные сопутствующие будут разрешены. по теореме Демушкина-Шифаревича ну и собственно по почти очевидной теореме для Архимедовых точек. Значит, оказывается, что верно обратно. Если разрешимы сопутствующие локальные задачи, то в исходной задаче выполнены условия согласности. Значит, таким образом справедливое утверждение, что условия согласности для числовых полей равносильно разрешимости всех сопутствующих локальных задач. Всех сопутствующих локальных задач. в одну сторону мы фактически доказали, в другую сторону осталось доказать. Пусть все локальные сопутствующие задачи разрешимы, тогда в исходной задаче выполнены условия согласности. значит, ну, пусть H это класс расширения, задающий исходную задачу погружения, это класс расширения группы F до группы G с помощью ядра N, F это группа ГЛУА К большого над К маленьким. Значит, что нам тогда нужно сделать? Запишем коммутативную диаграмму, ну, стандартный процесс, который у нас уже много раз был, значит, берем вторую группу К гомологии, группу F с коэффициентами N, осуществляем подъем, значит, так, надо подумать, нет, не подъем, мы осуществляем, а ограничение. Значит, сначала запишем, потом я прокомментирую. Значит, ограничение будет осуществляться на группу разложения каждой точки, лежащей над фиксированной точкой, лежащей над точкой P поля К маленького. Значит, как работает альфа? Ну, он покомпонентно ограничивает, и мы получаем гоморфизм в прямое произведение. Значит, так, что происходит дальше? дальше. Дальше мы ограничиваем верхнюю строчку и нижнюю. Нижнюю строчку ограничиваем до группы, которая является стабилизатором фиксированного характера ядра N. значит, у нас H это выбранный характер ядра, а потом идет гоморфизм μ, х со звездочкой в группу Брауэра. Ну, точнее, не во всю группу, а под группу тех элементов, которые распадаются в К большом. Вот таким образом. Потом, значит, у нас идет гоморфизм бета в прямое произведение вторых групп когомологии группы ФБ запятая Хи, где ФБ запятая Хи это подгруппа группа разложения, которая не меняет характер. И здесь, соответственно, такой же гоморфизм давайте миу1 Хи со звездочкой внизу напишем в прямое произведение групп Брауэра, ну, не всех, а тех, которые распадаются в Б локальном пополнении поля К большого. И здесь у нас тоже ограничения. Ну, довольно-таки ясно, что все эти ограничения действуют покомпонентно. Значит, наша цель состоит в том, чтобы доказать, что ню Хи со звездочкой ограничения, примененные к h, равно единице. То есть условие согласности как раз состоит в том, что для произвольного характера класска гомологии, отвечающей точной последовательности исходной задачи, переводится в единицу при таком сквозном отображении. Значит, ну, что мы знаем, что мы знаем? Ну, нам нужно доказывать следующее. Если все сопутствующие локальные задачи разрешимы, то для исходной задачи выполнены условия согласности. А условие согласности состоит в том, что для любого характера вот такая композиция гоморфизмов дает единицу, если мы ее применим к классу, задающему исходную задачу погружения. Вот таким вот образом. Хорошо. Давайте посмотрим. Значит, у нас все сопутствующие локальные задачи разрешимы, значит, для них выполнены условия согласности. Мы знаем, что разрешимость локальной задачи равносильно выполнению условия согласности. Поэтому вывод мы можем сделать такой, что вот этот вот элемент mu-hi со звездочкой ограничения примененная cache лежит в лидере гамма. Потому что класс каждой сопутствующей локальной задачи получается ограничением на соответствующую компоненту прямого произведения. Таким образом, верхняя строчка переводит h в единицу. И значит, из коммутативности диаграммы мы получаем, что вот наш элемент обязан лежать в ядере гамма. потому что выполнен условие согласия. Ну да, здесь оно написано как разрешимость, но мы знаем, что это одно и то же для локального случая. Ну, грубо говоря, условие согласия необходимо для разрешимости, но оно там оказалось и достаточно. Так, хорошо, значит, давайте-ка мы вспомним, что вторая группка гомологии группы f х с коэффициентами в мультикативной группе k большого, я уже это говорил, и замарф на группе Брауэра тех элементов, которые распадаются в k большом и ну, расширение поля констант. Значит, где так, только тут нужно написать не k маленькое, а поле k х где k х это подполе поля k большого, остающиеся неподвижным при действии подгруппу f х Значит, дальше. Вторая группка гомологии группы f b запятая х с коэффициентами мультипликативной группы беодического пополнения, соответственно, тоже изоморф на группе Брауэра тех элементов, которые распадаются в беодическом пополнении поля k большого, гаффициентами, где уже k b запятая хи, это подполе беодически пополненного поля k большого, подполе тех элементов, которые не меняются под действием группы fb-хи. Вот это мы значит знаем с вами. Что мы знаем еще из вот этих соображений? Мы получаем, что образ класса h под действием гамма, ну давайте так более аккуратно напишем, значит, мы получаем, что какой бы элемент группы Брауэра нижней строчки мы не взяли, то есть образ гамма лежит в прямой сумме на самом деле вот этих всех групп гаммологий. Почему это так? Ну потому что какой бы элемент я не взял, это какая-то центральная, ну класс центрально простой конечномерной алгебры над полем Кхи определенный, я значит действую на нее гамморфизмом гамма, ну фактически расширяю поле констант до поля КБхи. Если там индекс Шура соответствующей алгебре равен единица, то алгебра распадается, тривиальный класс становится. Но мы хорошо знаем, что алгебра, значит, индекс Шура может быть не тривиален только в конечном числе точек. А поэтому, значит, и получается, что здесь компонент, который переходит не в единицу, только конечное число. Стало быть, какой бы элемент из нижней строчки я не взял, только конечное число точек будет задействовано. Образ гамма лежит в прямой сумме. Ну, тогда, значит, из теоремы Касса Брауэра Нютер Альберта следует на самом-то деле, что гамма это мономорфизм. Если помните, там была такая точная последовательность, что группа Брауэра элементов распадающихся при расширении поля констант вкладывалась в прямую сумму пополнений как по Архимедовым точкам, так и по не Архимедовым. И это отображение вложения было действительно вложением, мономорфизмом. Ну, хорошо, значит, раз у нас получается, что гамма мономорфизм, тогда значит мягкий со звездочкой на ограничение примененное классу H действительно единица. И действительно условие согласности равносильно разрешимости всех сопутствующих локальных задач. Ну что ж, давайте пойдем дальше. А именно пусть в задаче выполнено условие согласности. Ну, мы будем считать, что ядро Абелева мы условие согласности вводить только для Абелева ядра, хотя можно это сделать и в общей ситуации. Примитивный корень степени экспонента ядра лежит в K большом, K маленькое числовое поле. Вот это мы будем считать до конца этой лекции. И в самом конце будем отходить от вот этого требования о принадлежности корней степени нужны из единицы в K большом. Значит, пусть выполнено вот это. А H это соответствующий класс расширения. F F это группа ГЛОА K большого над К малью. Так, значит, по предыдущему утверждению мы знаем, что условие согласности равносильно утверждение следующее. Рассмотрим коммутативную диаграмму. Вторая группка гомологии группы F с коэффициентами в N. Гоморфизмом подъема поднимается до группы ГЛОА алгебраического замыкания поля К маленького. Здесь можно писать просто алгебраическое замыкание, так и поля числовые, там все конечные расширения сепарабельны. Гоморфизм подъема индуцирован эпиморфизмом ограничения. Значит, что идет дальше? Гоморфизм Омега-2 это гоморфизм ограничений. Значит, на все группы разложения по всем простым точкам поля К маленького. Значит, FB можно писать, можно FP на самом деле не особо принципиально какую точку взять, лежащую над P, там это ни на что не влияет, поэтому иногда пишут даже FP. Можно даже строго доказать, что группка гомологий соответствующая изоморфная. То есть неважно какую точку выбрать. Ну, давайте будем писать B для правильности того, что происходит. Здесь в верхней строчке тоже будет ограничение в прямое произведение. Но здесь уже придется писать точку P, потому что алгебра замыкание там точки не выбирать. И здесь подъем, который мы обозначим лямбда с черточкой. Значит, и какому утверждению равносильно условия согласности? Раз это условие состоит в том, что все локальные сопутствующие задачи разрешимы, то оно равносильно вот чему. Омега 1, примененный к лямбда H, должен быть равен единице. Почему так? Потому что H был класс исходной задачи, мы подняли. Ну, там, если единица получилась, значит, задача разрешима, и все окей. Если нет единицы, то мы подействуем гоморфизмом омега 1. Он отправляет наш класс поднятый в классы, которые получаются при подъеме каждой из сопутствующих локальных задач. А они все разрешимы, значит, при подъеме будут единицы давать. Значит, получается такое утверждение. Но из-за того, что диаграмма коммутативна, это утверждение равносильно такому. Лямбда с черточкой чет омега 2 от h равно единице. Ну, точнее, нужно было сказать так, что из разрешимости сопутствующих локальных задач следует как раз вот это. Но так как диаграмма коммутативна, то мы получаем вот это. И вот это нам нужно. Вот это согласности равносильно тому, что лямбда h принадлежит ядру омега 1. Наша цель выяснить дополнительные условия погружаемости, то есть условия, при котором действительно этот класс равен единице. Ну, мы его знаем, но в трудной для нас формулировке. Значит, давайте выяснять. Давайте выяснять. Лемма без доказательства глобальная двойственная стейта. ядро отображения омега 1 двойственна ядро отображения омега 3. Значит, это называется глобальная двойственная стейта. что значит двойственная и что такое омега 3? Где? Омега 3 это геморфизм 1 к гомологии, значит, группа f с чертой с коэффициентами в группе характеров группы n. Отображается это в прямое произведение по всем один групп к гомологиям периодических пополнений поля группы ГЛУА максимального алгебраического расширения периодического пополнения, то есть, грубо говоря, абсолютной группе ГЛУА периодически пополненного поля к маленького. Вот. Двойственная что означает? Я напоминаю, двойственная это значит ядро омега-1 со штрихом изоморфно ядро омега-3. А штрих это переход к группе гоморфизмов из А в фактор групп по аддитивной группе полирациональных чисел по аддитивной группе кольца целых чисел и эта группа всегда считается тривиальным модулем. Ну вот это да, еще одно утверждение, которое мы оставляем без доказательств. У нас их не так много. Теорема существования алгебрических чисел была в теореме Фадеева-Шольца, из которой мы там вывели существование решения в виде поля. Локальная двойственная стейта, глобальная двойственная стейта. По сути это все. Остальное мы так или иначе доказываем. И вот давайте этим пользоваться. Давайте этим пользоваться. двойственная стейта. Ну если мы второй раз их поставим, то конечно будет переходить туда, куда нужно. Но это примерно так же, как если вы конечномерное векторное пространство возьмете, возьмете сопряженное пространство, то дважды сопряженное будет замор на исходном, ну тоже пространство конечномерное. Здесь в том же ключе все работает. Ну это такой своего рода заменитель как бы сказать алгебраического замыкания поля. Идея в том, чтобы взять группу характеров, но не привязана к какому либо полю. Ну и довольно-таки ясно, что разница невеликая. Брать мультипликативную группу поля там какого-то или вот эту аддитивную группу там элементов достаточно, чтобы любой характер представить. По сути это такое альтернативное представление, ну чтобы не привязываться к арифметике конкретного поля, скажем так. Значит давайте будем это использовать. будем следующим образом. Пусть F0 с черточкой это подгруппа группы F тривиально действующая на группе характеров. характер. F0 такая подгруппа, что она действует тривиально на N с крышкой. Возьмем, значит, тогда обозначим за F1 фактор группу группы F с черточкой по подгруппе F0 с черточкой. K1 большое это будет подполе подполе ну давайте напишем так подполе алгебраического замыкания остающийся неподвижным при действии подгруппы F0 с черточкой. Но если вспомнить, что подъем осуществляется посредством отступления вдоль эпиморфизма ограничения, станет ясно, что на самом-то деле это поле является подполем в К большом. Является подполем в К большом. Хорошо, тогда рассмотрим следующую коммутативную диаграмму. рассмотрим коммутативную диаграмму такого плана. Значит, ее строчки точной последовательности Хокшильда-Сера. Точной последовательности Хокшильда-Сера. диаграмма выглядит следующим образом. Верхняя строчка. Один группка гомологии группы F1 с коэффициентами в группе характеров группы N. F1 идет гомоморфизм подъема инфляция 1 в группу F с черточкой. гомоморфизм гомоморфизм группы F0 с черточкой, но мы выбрали так, что она действует тривиально, поэтому все честно и можно писать без F0 с чертой внизу, вверху. Так, и нижняя строка. Произведение по всем точкам поля К маленького и группы разложений, то есть будем ограничивать элементы верхней строчки с помощью гомоморфизм ограничения на нижнюю строчку. что-то таким образом здесь подъем прямое произведение по всем простым точкам соответствующая абсолютной группы ГЛОА периодического пополнения поля по локальному пополнению поля К маленького и ограничения ограничения на F0 P с черточкой N с крышкой. Значит, здесь у нас будет омега-1 вот как раз если мы посмотрим так так омега-1 уже занято омега-4 омега-1 был гомоморфизм 2 к гомологии буквы уже использованы. омега-4 здесь у нас омега-3 собственно это видно и там у нас омега-2 так омега-2 у нас было? было значит, омега-5 вот такая диаграмма значит, еще раз у нас есть что лямбда от h лежит в ядре омега-1 мы знаем про ядро омега-1 что-то хорошее что оно двоится на ядро омега-3 где уже один к гомологии они устроены проще и мы хотим спустить это в то расширение которое мы контролируем то есть мы фактически даем можем дать ответ в терминах абсолютной группы углу но она значит неконтролируема нами потому что мы про нее ничего не знаем таким образом надо спустить дополнительные условия в то расширение которое мы контролируем в данном случае это будет расширение k1 над k маленьким для этого надо показать что в этой последовательности ядра отображений омега-3 и омега-4 совпадают покажем что ну изоморфно что ядро омега-3 изоморфно ядро омега-4 значит а как это сделать как это сделать ну пусть x это такой элемент группы 1 к гомологии группы f 0 с чертой с коэффициентами в группе характеров ядра такой что омега-5 от x это единичка мы исследуем сейчас ядро омега-5 мы покажем что оно тривиально если мы покажем что ядро омега-5 тривиально то тогда получится из диаграммного поиска все что нам нужно изоморфизм ядер мы это увидим но вот для этого мы делали гомологическое описание решений задачи погружения если вспомнить то там как раз фигурировала группа 1 к гомологии значит группа ГЛУА абсолютной алгебраического сепарабельного замыкания над основным полем с коэффициентами но в каком-то модуле в данном случае этот модуль будет n с крышечкой получается так что если омега-5 от x равно единице тогда элементу x соответствует некоторое абелево расширение поля k1 ведь поле k1 как раз поле неподвижное под действием группы f0 с черточкой по сути мы что делаем если вспомнить как у нас там устроена была гомологическая характеризация решений задачи погружения мы брали какое-то решение а все другие получались умножением соответствующего гомоморфизма на один k-цикл ну и оказывалось что решение эквивалентно если это k-цикл является к границе а фактически это означает что как только нам задан элемент то мы можем взять да хотя бы пусть обратную задачу теории Галуа надо полем k1 большое с вот такой группой хотим ее реализовать она заведомо значит там разрешима эта задача и просто все решения этой обратной задачи кодируются выбором вот этих элементов там других решений нет поэтому как только у нас есть такой элемент мы получаем некоторое абелевое расширение ну с помощью вот n с крышечкой поле k1 большое и тот факт что x лежит в ядере омега 5 означает следующее которое с абелевое расширение которое локально распадается по всем точкам во всех точках p ну а уже не p потому что поле это другое во всех точках поле k1 большое ну хорошо известно что если у нас есть абелевое расширение которое вообще везде распадается что значит распадается то значит если мы пополним то соответствующая группа разложения будет тривиальной там поля просто будут больше поля размерности 1 над меньше они будут совпадать ну хорошо известно но что в этом случае просто и тогда само расширение тоже распадается поэтому исходное расширение тоже распадается исходное это вот ну означает что оно полупрямое то есть задача погружения вот та обратная она имеет тривиальное решение обязательно то есть мы то есть там тривиальное решение точно есть взять алгебру головавого который поле ядро k1 большое оно там точно есть но мог быть x другому какому-то решению и оказывается ну что раз расширение там распадается локально во всех точках то оно распадается и глобально а глобальная распадаемость означает что поле ядро алгебры Галуа которое является решением совпадает с k1 большим то есть это полупрямая задача в данном случае поймает да последовательность расщепляется тоже значит распадается ну то есть x равен единице на самом деле получается вот ради этого мы делали гомологическую характеризацию решений задач погружения значит значит тогда получается предположим что у нас есть элемент x который лежит в гидоре омега 4 что тогда значит мы можем про него сказать ну тогда значит это если мы его поднимем а потом применим омега 3 то получится единица ну потому что левый квадрат коммутативен то есть получается что подъем x лежит в ядре омега 3 пусть взят y из ядра омега 3 тогда из коммутативности правого квадрата у нас получится что да у нас получится что получается омега 5 от ограничения 1 этого у единица так как правый квадрат коммутативен но омега 5 ядро тривиально ядро омега 5 тривиально значит поэтому ограничение 1 от класса у равна единица равно единица но собственно так говоря что мы знаем про вот эту группу что мы знаем про группу 1 к гомологии группу F0 0 с черточкой с коэффициентами в ядре с коэффициентами в группе характеров ядра у нас n с крышечкой тривиальный F0 модуль это просто группа гомоморфизмов тогда получается просто группа гомоморфизмов потому что действие тривиально всякий всякий скрещенный гомоморфизм будет обычным гомоморфизмом так значит так а это это лишнее на самом деле из верхней из верхней из верхней строчки уже все из верхней строчки все получается да я что-то слишком усложнил задача у нас ограничение у равно единице а последовательность точная верхняя строчка значит тогда получается что существует и единственный потому что здесь единичка стоит элемент x из h1 а гомологии группы f1 с коэффициентами в n с крышкой такой что инфляция его дает как раз y но понятно что это обращает наше отображение то есть ядро отображения омега 4 изоморф на ядро отображения омега 3 с помощью отображения инфляции 1 вот ну и тогда мы можем доказать ну фактически уже доказали терему Яковлеву надо только сформулировать для числовых полей теорема Яковлева значит в условиях звездочка вот в этих существует и единственный элемент y из h1 группы гомологии группы f1 с коэффициентами в n с крышкой и группа со штрихом она двойсна ну потому что ядро гоморфизма омега 1 у нас что было у нас прям до отаж принадлежала ядру омега 1 ядро омега 1 оказалось двойственное ядро омега 3 ядро омега 3 совпадает с ядром омега 4 ну с точностью до изоморфизма значит существует единственный элемент у из двойственной группы такой что такой что задача разрешима тогда и только тогда когда у лежит в образе а тетта где тетта это двойственное отображение из прямого произведения по всем точкам поля к маленького а один групп когомологии групп разложения но я здесь уже пишу п должен был писать точку б но я сказал что нет разницы какую точку брать лежащую над p такой разницы нет значит здесь что их нужно поставить старелка и вот это наша группа со штрихом то есть примерно та же логика что и в общем условии яковлеву если есть слове согласность то есть какой-то однозначно определенный элемент и если он зануляется то все хорошо здесь роль этого элемента выполняет игрик и фраза о том что он там хороший просто означает что его можно накрыть образом накрыть элементами откуда мы на какие мы действуем гоморфизм тетта скажем так ну вот в этой формулировке условия гораздо более податливые и мы сейчас должны извлечь несколько важных следствий ну там два следствия будут такие для общего развития но мы будем тоже их использовать но вот третье следствие будет очень важным для Терема Шафаревич значит следствие один в условиях звездочка если f1 циклическая группа группа да давайте значит еще раз пробежимся сейчас тогда я доформулирую следствие просто значит в условиях звездочки если f1 циклическая группа то задача разрешима если условие согласности выполнено и f1 циклическая группа то задача разрешима так как вот получается еще раз Терема более подробно остановимся что у нас была коммутативная диаграмма вот такого вида значит здесь омега 1 здесь омега 2 здесь было прямое произведение здесь был подъем здесь было прямое произведение значит мы из условия согласности сказали что лямбда от аж это элемент лежащий в ядре омега 1 из условия согласности задача разрешима тогда и только тогда когда лямбда от аж равно единице это мы знаем мы знаем что ядро омега 1 двойственное ядро омега 3 а ядро омега 3 изоморфно ядром омега 4 то есть на самом деле ядро омега 1 изоморфно ядро омега 4 со штрихом вот таким вот образом как устроена у нас омега 4 мы переходим из вот этой группы дайте напишем еще разочек что омега 4 у нас осуществляет переход из один групп когмологии группы f1 с коэффициентами в группе n с крышкой а в прямое произведение по всем точкам поля к маленького один групп когмологии соответствующих групп разложения с тем же с теми же коэффициентами ну и вот смотрите ядро омега один двойственное ядро омега 4 что означает двойственность мы меняем местами вот эти группы ставим штрихи и сказать что лямбда от h равно единице это то же самое что сказать что соответствующий элемент тета от y лежит в то есть ну да давайте значит ну как это можно представить если у нас элемент лежит в ядре чего-то двойственного то это то же самое что сказать что возьмем отображение штрихованных двойственных групп поменяем порядок и это будет означать что ну да да то есть там есть такой термин даже коядро что такое коядро это все то до чего образ не доходит то есть ну так вот на интуитивном уровне это можно почувствовать что коядро здесь то же самое что ядро тут вот таким образом и если лямбда от аж равен единице то элемент лежит в коядре ну то есть достается с помощью некоторых элементов отсюда и обратно потому что они замор элемент y существует единственный ну вот он однозначно определяется по лямбда от аж потому что как бы ему соответствует какой-то двойственный там элемент вот и фраза о том что лямбда от аж равен единице равносильно тому что мы можем достать из то есть коядро тривиально на этом элементе скажем так ну вот как-то так это работает ну да да но она более податлива потому что у нас там было если вы помните в общем виде было значит h1 там группа f там гомоморфизмы модуль там какой-то был непонятно как устроенный мультипликативная группа поля к вот такая группа была с ней очень тяжело работать а с этой группой работать гораздо легче проще устроена она ну вот давайте следствие извлекать из этой версии терем и яковлев первое следствие если f1 циклическая то задача разрешима ну докажем что из звездочки следует что существует единственный элемент y из соответствующей двойственной группы и нам надо показать что лежит в образе так как f1 циклическая то из алгебраической теории чисел известно что если у нас есть циклическое расширение голова то его можно получить такое же расширение пополнением по какой-то точке то есть локальное пополненное расширение где-то там обязательно даст ту же самую группу разложения так как f1 циклическая то существует точка p поля k маленького такая что f1 равно f1 запятая p ну можно себе это так представлять но мы знаем что разветвленных точек там конечное число возьмем сразу будем среди неразветвленных выбирать раз неразветвленные то группа голова локального расширения изоморф на группе голова поля вычетов а там фактически нам надо просто взять такое простое число чтобы многочлен который зануляет примитивный элемент минимальный элемент порождающего элемента соответствующего расширения чтобы он имел чтобы он был неприводим ну и нужную степень имел ну и там что-нибудь типа теоремы Дерихле о простых числах там теорема Чеботарева о плотности легко даст что соответствующая точка существует такая аналитическая теория чисел немножко тут работает и такая точка строится довольно легко ну а что это означает это означает что он в образе лежит точку-то мы нашли возьмем просто вот этот элемент и отобразим отсюда следует что у попадает в образ ну и все условие дополнительно исчезает следствие 2 следствие 2 ну на самом деле следствие 2 верно в общем случае не обязательно чтобы там были числовые поля но было бы сложно это доказывать и время бы заняло ну точнее не сложно но громоздко следствие 2 такое пусть в условии разверточка n а циклическая группа такая что ее порядок не делится на 8 порядок не делится на 8 тогда задача разрешима доказательства ну условия согласности равносильна разрешимости всех сопутствующих локальных задач в каждой значит разрешимость любой сопутствующей локальной задачи равносильна равносильна в силу ТМ кохендорфера разрешимости для P-групп мы доказательства что если у нас ядро это P-группа то можно взять сопутствующую силовскую задачу она будет разрешима для этого использовали конструкцию FADEI ну и если у нас группа циклическая то понятно что там все силовские подгруппы ну а тоже циклические будут и б являются подмодулями относительно действия группа значит это будет прямое произведение задач погружения мы знаем что разрешимость прямого произведения равносильна разрешимости компонент а раз условие согласности для числовых полей равносильно тому что любая сопутствующая локальная задача разрешима и в силу ТМ кохендорфера это равносильно разрешимости для P-групп то можно считать без ограничения общности можно считать N-P-группой ну действительно на условие согласности это влияние не оказывает в силу вот такого утверждения что мы переходим к разрешимости для разрешимости сабелевым ядром задач мы можем сводить к P-группам и разрешимость глобальной задачи тоже сводится к P-группам это мы тоже знаем поэтому мы можем без ограничения общности считать что N это P-группа то есть получается что это либо P-группа нечетного порядка либо циклическая группа порядка 2 либо циклическая группа порядка 4 ну для циклической группы порядка 2 утверждение это идеально просто потому что там задача будет задачей брауэра а для нее мы знаем в общем случае даже что она будет разрешима если условие согласности выполнены итак можно считать что в задаче исходной ядро это P-группа выполнено условие согласности и если P равно 2 то порядок N меньше либо равен чем 4 ну смотрите предположим в исходной задачи условие выполнено у нас такие предположения были а условие согласно равносильно разрешимости сопутствующих локальных задач мы делаем значит пополнение там все задачи разрешимы для разрешимости задачи мы знаем что задача сабель и он гидром разрешима тогда и только тогда когда для P-групп она разрешима мы можем задачу в прямое произведение задач с P-группами расписать они будут разрешимы тогда и только тогда когда вот исходные то есть получается разрешимость сопутствующих локальных задач равна сильной разрешимости их прямых компонентов но понятно что если мы возьмем прямые компоненты исходной задачи и их локализуем мы получим те же самые прямые компоненты но на самом деле так немножко вычурно можно было вообще без этого всего обойтись просто доказывать что это единственное что мы еще пока не сделали что условия согласности всегда ну по крайней мере уж мы бы смогли доказать для абелевого ядра что оно равносильно выполнению условия согласности для п-групп мы можем это сводить к п-группам если у нас ядро изначально было п-группой тогда мы возьмем силовскую сопутствующую и это мы умеем делать а доказывать что согласность не меняется в прямом произведении есть там в сомножителе ну это на самом деле если нам это будет необходимо по ходу дел мы это быстро докажем это не так сложно просто времени тратить я это не доказывал поэтому такой ход финтушами что мы возьмем пополнение для разрешимости мы умеем сводить и поэтому вот так но на самом деле все это лишнее если правильно при наличии времени все это рассказывать то это ничего не нужно хорошо значит получается тогда как устроена группа автоморфизмов ядра у нас P-группа порядок либо нечетный либо не больше чем 4 это циклическая группа F1 это получается фактор группа группы F которая есть группа Галуа расширения К большого над К маленьким но мы там отмечали в доказательстве что К1 то поле которое значит образует над К маленьким расширение Галуа с группой F1 является подполем К большом поэтому можно считать что F1 это фактор группы группы F получается что F модульная структура группы N получается определяет гамма морфизм гамма морфизм какой гамма группы F группу авто морфизма этой группы и если мы профакторизуем F по ядру мы получим подгруппу в группе автоморфизмов но на самом деле F1 там будет целиком содержаться даже она будет совпадать довольно таки ясно что это будет так ну значит получается что F1 это подгруппа группа автоморфизмов а она циклическая значит F1 циклическая ну тогда по следствию 1 дополнительные условия исчезают вот ну а если допустим у нас порядок ядра делится на 8 и выше то существует очень много примеров когда условия согласности недостаточно давайте прежде чем важнейшее следствие формулировать следствие 3 такой пример я просто приведу если у нас будет время то я наверное даже смогу теми средствами которые мы располагаем доказать что там действительно нет разрешимости условия согласности выполнены но пока так вот просто для общего развития пример рассмотрим поле рациональных чисел присоединим к нему корень из 7 над полем рациональных чисел значит что мы сделаем еще возьмем обобщенную кватернионную группу порядка 16 и как значит ну давайте напомним как она устроена эта группа порождается двумя элементами а и b значит получается а в восьмой степени единица b в квадрате будет равен а в четвертой и действие осуществляется как инволюция взятие обратного значит фи устроено так фи от а это единица фи от b это вот тот порождающий элемент соответствующего расширения глуа значит в этой задаче выполнены условия согласности ну скажем так не очень хорошо так говорить потому что мы не вводили условия согласности когда корни из единицы примитивной не содержатся в поле но вот под фразой выполнены условия согласности так в кавычках мы возьмем понимается следующее мы возьмем просто подъемом присоединим эти корни то есть будет получаться поле рациональных чисел к которому присоединили значит тут получается циклическая группа восьмого порядка корень примитивной в степени восемь из единицы тогда здесь будет получаться обобщенная кутернионная группа прямо умноженная на группу Галуа поднятого расширения еселом восемь надо сейчас надо подумать у нас получается это фактор группа отождествленная да значит ну да над q все правильно потому что если мы на этот корень уберем то будет группа порядка 4 а нам надо 8 все правильно над фактор группы это единицленный где f это ну вот наша группа порожденная элементом f и с черточкой то есть вот поднятые задачи условия согласности если выполнен то мы по определению считаем что и в исходной тоже выполнен вот тут условия согласности выполнены но она неразрешима неразрешима соответственно и это тоже неразрешима самый простой пример можно задаться вопросом а ну вдруг там циклическая группа это что-то особенное вдруг мы возьмем абелева группу нечетного порядка там тоже существует много примеров когда условия согласности недостаточно так ну и вот следствие 3 самое важное следствие это и значит пусть п простое число нечетное у нас есть задача погружения где ядро это группа n которая является абелевой p-группой абелева p-группа примитивный корень степени p из единицы не лежит в k большом здесь противоположная ситуация рассмотрим поднятую задачу поднятую задачу k1 большое над k g1 и 1 где k1 это поле k большое к которому мы присоединили p примарный корень из единицы экспоненты ядра ну ясно что условия разрешимости не меняются и вот получается так что если в поднятой задаче выполнено условие согласности то исходная задача ну равно как и поднятая разрешима вот это важнейшая для теоремы шуфаевича штука потому что что мы будем делать когда будем доказывать теорему шуфаевича мы будем строить класс полей так называемые универсально согласные расширения они обладают свойством что для широкого класса абелевых ядер там выполнены условия согласности а если препятствий дополнительных нет а почему их нет мы будем строить над полем рациональных чисел нашу группу ГЛУА нечетного порядка в поле рациональных чисел нет корней степени p из единицы если p нечетно и значит вот это следствие нам сильно поможет выкинуть дополнительные условия погружаемости и следить только за возможностью погрузить универсально согласное расширение в универсально согласное мы будем так ступеньками идти группа нечетного порядка хорошо известна за Ишима значит ее можно построить с помощью башни абелевых расширений даже циклических и вот так мы докажем Теорему Шуфаревич вот это вот нечетность порядка в двух местах используется во-первых что корень не должен лежать ну вот в рациональных числах корень в степени 2 минус 1 то есть лежит и вот это не дает возможность легко доказать Теорему Шуфаревич для групп четного порядка разрешимых это первый аспект а второй аспект когда группа нечетного порядка то конечно ну собственно раз про порядок речь зашел то она конечно есть Теорема Томсона Фейта о том что такая группа обязательно разрешима то есть если группу вам кто-то дал неразрешимую то у ней обязательно четный порядок вот то есть такое громкое название группа нечетного порядка на самом деле это в точности разрешимая группа нечетного порядка ничего больше там нет конечных простых групп неабелевых нечетного порядка значит ну доказательства значит мы можем считать что работаем уже в той ситуации когда все корни из единицы лежат в поле нашем ну то есть будем работать с задачей К1 над К маленьким Ж1 Ф1 пусть К нулевое большое это максимальное П расширение поля К большого содержащиеся в К1 содержащиеся в К1 вот так является по группой значит обозначим за Ф нулевое группу ГЛОА К1 большое над К нулевое большое все что осталось грубо говоря тогда что будет если мы давайте я сотру вот это что будет если мы посмотрим как ведет себя группа корней из единиц в степени П М под действием этой группы Ф0 ну это будет ясное дело какая-то часть этой группы какая-то часть но исключительно та которая содержится в К0 потому что все элементы неподвижные под действием группы Ф0 как раз туда попадают а поскольку К нулевое это максимальное П расширение то там таких корней нет вообще потому что их не было в К большом а если мы один корень добавим в степени 1 то это не будет П расширение а все остальные строятся башни над этим поэтому там таких корней нет и это просто тривиальная группа просто тривиальная группа значит смотрите исходное вот в этой задаче было выполнено условие согласности значит по теореме Яковлева достаточно доказать что группа один к гомологии группы Ф1 коэффициентами в ядре Н с крышкой со штрихом равна единице ну потому что если группа тривиальная то естественно что любой элемент там лежит в образе соответствующего отображения но можно и штриху брать на самом деле если мы докажем что исходная группа тривиальная то и двойственная тоже тривиальная поэтому достаточно доказать вот это что мы сделаем для того чтобы это доказать рассмотрим вот такую вот подгруппу и группу характеров тех которые неподвижны под действием группы Ф0 как она устроена нам надо сейчас понять ну довольно таки ясно что N с крышкой это все гомоморфизмы группы N в поле K1 но N это P группа и K1 содержит все корни какие надо из единицы поэтому это то же самое что сказать что это гомоморфизмы из N в группу корней из единицы здесь с отверточкой надо написать вот пусть N лежит в N F0 маленькая лежит в F0 большом тогда если характер H лежит в группе инвариантов под действием F0 то мы будем получать следующее H от N равно H в степени F0 от N ведь он лежит в группе инвариантных элементов этот характер поэтому действие на него элементами группы F0 ничего не делает с другой стороны что это такое по определению действия это характер на элементе N в степени F0 в минус первое которые подействовали элементом F0 значит у нас получается смотрите как F0 маленькая лежит в группе Глуа вот такой K0 это расширение поля K большого в частности элементы этой группы тривиально действуют на E поэтому можем просто написать что это H от N в степени F0 но характер у нас образ имеет вот в этой группе мы уже поняли что соответствующая группа под действием F0 только единицу оставляет неподвижной значит получается что это единица и значит характер единицы равен а он был произвольный значит эта группа тривиальная эта группа тривиальная тогда значит используем точную последовательность Хокшильда Хокшильда имеем значит что здесь за точную последовательность геничка группа 1 когмологии значит F1 по F0 профакторизованная N с крышкой в степени F0 про которую мы уже знаем что она тривиальная мы это поднимаем в группу 1 когмологии группы F с коэффициентами N с крышкой то про что мы хотим что-то сказать ограничиваем это на группу F0 и вот такая точная последовательность значит получается у нас это тривиальная группа просто потому что коэффициенты там тривиальны и остается правый объект группа H1 когмологии группы F0 с коэффициентами VN с крышкой значит это что такое это тоже тривиальная группа тривиальная группа так как N с крышкой это P-группа это P-группа а F0 как группа Глуа K1 большое над K0 большое это P-штрих группа потому что K0 было максимальным P-расширением там уже не осталось силовских P-подгрупп в расширениях с K0 до K1 значит это группа порядок который не делится на P ну хорошо известно что если у нас группа F нулевое с группой коэффициентов имеют взаимно простые порядки то соответствующая группа гомологии тривиальна соответствующая группа гомологии тривиальна значит получается и это тоже единица ну тогда центральному объекту ничего не остается кроме как быть единицей ну и все дополнительные условия исчезло дополнительные условия исчезло ну давайте значит у нас еще немножко времени есть чуть-чуть все-таки докажем вот что условия согласности в прямом произведении не равносильно условия согласности в компонентах и тогда все подготовительные этапы мы закончим что утверждение пусть есть две задачи погружения с одним и одного и того же расширения задачи задачи погружения с абелевыми ядрами n1 и n2 n1 это экспонента n1 n2 это экспонента n2 и чтоб разговор про условия согласности можно было вести примитивный корень нужной степени из единицы лежит к большому в этих задачах выполнено условия согласности тогда и только тогда когда оно выполнено в прямом произведении этих задач здесь будет прямое произведение G1 G2 с тождествленным фактор группы F расширение голова K большого над K маленьким ну и FI какой-то эпиморфизм доказательства ну в эту сторону если условия согласности выполнены в прямом произведении то оно выполнено и в компонентах потому что они являются сопутствующими задачами первого рода компоненты являются сопутствующими задачами первого рода а для такой редукции мы знаем что условия согласности наследуются другую сторону ну смотрите значит что нужно доказать для любого характера группы N1 на N2 прямо умноженная ведь это в точности есть ядро эпиморфизма фи му хи со звездочкой на ограничение примененное к классу H равно единице то самое наше гомологическое условие согласности в гомологической форме которая ну у нас собственно других форм то и не было условия согласности было только это значит где H это класс расширения задачи соответствующего задачи для прямого произведения вот ну что мы можем сказать мы можем сказать что вторая группка гомологии изоморф на прямом произведении потому что уж коль скоро мы можем говорить про группу n1 и n2 в привязке к вот этим задачам то это означает что они являются f-модулями значит здесь написано прямая сумма модулей а тогда ну довольно таки ясно что будет получаться прямая сумма к гомологии если мы так распишем хорошо дальше значит смотрите что произойдет если мы посмотрим на любой характер группы n n это прямое произведение тогда очевидно что существует единственное хи1 из группы n1 хи2 из группы характера группы n2 такие что характер есть ну как принято писать тензорное произведение соответствующих характеров и действия по компонентам на каждой группе вот ну тогда значит получается что группа f хи есть просто пересечение групп характеров f хи1 и f хи2 опять же ясно что если у вас элемент группы f действует неподвижно на всем характере то в частности это работает для случаев когда n2 равно единице и когда n1 равно единице а по так сказать своему определению это есть вот такая штука ну значит учитывая что n1 n2 есть n1 1 на 1 n2 мы и получим вот это равенство тогда значит как мы можем ограничивать как мы можем ограничивать мы можем ограничить на f с одной стороны но f это пересечение поэтому мы могли действовать и по-другому взять группу гомологии с коэффициентами n1 ограничить ее ограничить ее на группу неподвижных элементов относительно характера хи 1 и потом ограничить на пересечение точно так же со второй со вторым характером мы могли сделать сначала ограничить на группу f хи 2 а потом ограничить на пересечение и уж если ограничение на f хи 2 и на f хи 1 дает вложение в группу брауэра единицу то и тем более ограничение на меньшую подгруппу будет давать единицу а пересечение совпадает с f хи ну стало быть деваться некуда будет единица вот таким образом это мы доказали и вот все подготовительные этапы мы прошли нам остается только доказывать ариму шафаревич чем мы будем заниматься ну со следующей лекции все тогда на сегодня делаем Продолжение следует...